Всем привет! Сегодня мы продолжим цикл роликов о рисовании разных фактур и материалов и поговорим про то, как рисовать очень кудрявые волосы. И за предложение этой темы большое спасибо пользователю с ником Дракон Небесный и вот этому замечательному человеку, ник которого я не смогла адекватно прочитать. А еще я хотела сказать, что на следующей неделе наконец-то выйдет видео про металл и доспехи, тему для которого предлагали Лада Суслопарова и пользователи с осенниками Anonym и MNR. Мы с вами уже рисовали прямые, волнистые волосы и даже дреды, но вот афро прически у нас еще не было. И рисовать афрокудряшки мы сегодня будем маркерами и акварелью. Ну и конечно мы должны понимать, что мелкие кудряшки бывают не только у темнокожих людей. Начну я со своей маркерной иллюстрации про осенний глинтвей. На этой иллюстрации мне хотелось, чтобы прическа моей героини походила на шар из волос. Это как раз то, что называется прической в стиле афро, которая была популярна в 70-е годы. Для начала я наметила общую шарообразную форму прически. Я решила, что красотка у меня будет ярко-рыжая и поэтому цветом света на волосах я заливаю общий тон прически. Причем заливку я делаю не полосками, а специально такими короткими мазочками в разные стороны для того, чтобы подчеркнуть вот эту мягкую и рыхлую фактуру вот этого пружинищего шара из волос. Для цвета тени на волосах я выбрала более холодный и темный, такой красновато-коричневый маркер. И дальше, поскольку свет у меня исходит откуда-то сверху, то по нижней части волос я делаю тень. И при этом я не забываю, что волосы, пусть даже это очень кудрявые волосы, они не могут торчать во все стороны одновременно. На очень кудрявых волосах отдельные пряди будут выглядеть скорее как некие скопления, некие сгустки волос. И вот в этой общей шарообразной форме я выделяю несколько скоплений волос. И у каждого скопления будет собственная тень. Тень я также накладываю мелкими и такими разнонаправленными мазочками, чтобы подчеркнуть вот эту неоднородную структуру прически. Ну и не забываем про то, что видимые предметы отбрасывают тени. И поэтому прокладываю на лице тень от шапки волос. Хочу отдельно отметить, что когда мы рисуем такую прическу, то конечно никакого жесткого контура у нее по периметру быть не должно. Мы наметили свет и тень на нашей прическе, а дальше можно показать немного фактуры. Я беру подходящий по цвету светло-коричневый лайнер и кое-где в областях теней. И полутона показываю фактуру волос. Я прохожусь такими длинными ломаными дрожащими штрихами, которые должны изображать отдельные очень гудрявые волоски. И кое-где вот этими штрихами я прохожусь по самому краю прически, чтобы как раз создать эффект вот этого списывания прически с фоном. А по цветам такие штрихи я прокладываю белой гелевой ручкой. В тех местах, где мне кажется, что этих светлых штрихов уже слишком много, я их гашу светлым золотистым маркером. Ну а сейчас настало самое подходящее время, чтобы порадовать автора и поставить лайк. Я добавляю к прическе еще немного осеннего настроения, маленькие листья и ягодки. Добавляю еще графику фактуры волосков в тенях, чтобы уплотнить тени. И все. Наша рыжая афра маркерами готова. А сейчас посмотрим, как можно сделать аналогичную прическу на очень кудрявых волосах акварелью. По задумке у меня тут две афрокрасавицы и одна из них альбинос. Это довольно редкое и удивительно красивое эффектное сочетание. А еще со светлыми волосами нам разобраться будет проще, потому что форма на них будет просто виднее. Чтобы лишний раз не портить ластиком акварельную бумагу, я перенесла набросок композиции с черновика на чистовик. Затем обвела линии наброска водостойким лайнером и тушью и начинаю заливки. При работе акварелью, если мы хотим сделать достаточно большие и равномерные заливки, то нам нужно положить рисунок хотя бы под небольшим углом, чтобы жидкая краска могла свободно стекать по бумаге вниз под своим весом и мазки ровно вливались один в другой. Поскольку негритянка у меня альбинос, прическа у нее будет светлой. Заливая соседнюю фигуру, я стараюсь сразу обрисовывать форму прически. При этом учитываю, что очень кудрявые волосы в этой объемной афро прическе все равно образуют некие такие скопления, сгустки, о которых мы уже говорили. Дальше я приступаю к заливке моей кудрявой прически. Поскольку волосы у меня тут очень светлые, то свет я оставляю белым цветом бумаги, а тени и полутон могу залить таким светлым светлым бежевым. Причем уже в заливке тенями мазками я подчеркиваю форму вот этих отдельных скоплений, сгустков волос. А еще не забываем, что акварель после просыхания достаточно сильно светлеет и поэтому тон мы берем с небольшим запасом. Чуть-чуть темнее, чем нужно. Свет у меня в данном случае падает сверху и немножко справа и поэтому самый свет будет в верхней передней части шапки волос, а задняя и нижняя части будут в тени. Дальше заливаю общий тон кожи и прохожусь по заднему фону. При этом все еще помню, что волосы не образуют однородный такой ровный пушистый шар и распадаются на отдельные прядки. И вот этот вот неровный край прически, состоящий из отдельных скоплений, по идее, я и подчеркиваю фоном. Конечно, такую светлую прическу эффектнее всего будет изобразить на темном фоне. Чтобы подчеркнуть ажурность прически, состоящей из отдельных мелких локонов, можно поставить отдельные, вот такие вынесенные темные пятнышки. Так волосы становятся немного похожи на кружево. С заливками мы закончили. Акварель полностью просохла и теперь можно делать графику поверх, чтобы подчеркнуть фактуру волос. С фактурой на таких светлых волосах главное не перетемнить. Я беру светлый охристый лайнер. По вот этим крупным скоплениям, по идее, я по форме прохожусь такой ломаной дрожащей линией, которая должна изображать фактуру отдельных волосков. Большую часть этой фактуры я стараюсь располагать в области полутона и тени, для того чтобы свет оставался ярким и белым. А затем я беру белую гелевую ручку и вот такими же ломанными линиями показываю фактуру волосков по периметру прически. Кое-где этими линиями я следую по направлению скоплений прядок, чтобы показать отдельные выбившиеся из общих прядей волоски. А кое-где короткими и дерганными линиями я списываю концы наших локонов с фоном, чтобы еще больше подчеркнуть и выявить эту фактуру пушистых очень кудрявых волос. Ну вот в общем-то и все, наша светлая супер кудрявая прическа готова. Я надеюсь эта информация для кого-то окажется полезной и скоро появится множество новых иллюстраций про стильные кудряшки. Если что-то вдруг осталось непонятно или возможно вы хотите узнать, как рисовать какие-то другие фактуры и материалы, задавайте вопросы в комментариях, я постараюсь снять об этом отдельное видео. Ну и если вы досмотрели до этого момента и до сих пор не подписаны, подписывайтесь скорей! Впереди нас с вами ждет еще много интересного! Всем спасибо за просмотр и пока-пока!